ужасно просто ужас да ему подкинули наверное мам чё там жвачка что ли было ну и шутки у вас в общем ребят я крашусь ребят я красилась красилась и в итоге мы с алисой остались в номере все уже уехали наверное уже поднимаются на высоту 960 на подъемниках а мы решили остаться во первых у алисы насморк она у нас приболела я ей ночью капала наверное раза три или четыре капельки в нос я тоже себя чувствую не очень хорошо как-то вот резко мне стало нехорошо я думаю что мне просквозило потому что у нас здесь четыре комнаты плюс зал и кухня и получается что где-то кто-то открыл окна и я резко почувствовала что мне стало холодно мне просто стала бросать то в жар то в холод в общем как-то стало не по себе и не знаю в общем почувствовала резкую слабость и какое-то недомогание я говорю лишь слушай ну что-то мне нехорошо давай я останусь с алисой а ты тогда поедешь с мамой потому что они слегка здесь ничего не знают мы тоже поднимались на горы вот и он говорю да конечно поеду я говорю ну попьете там глинтвейника какого-нибудь можно даже алкогольного выпить чтобы согреться вот в общем они сегодня наверное хорошо время проведут пока лежим отдыхаем я еще макияж не стираю надеюсь что мне станет получше и мы с алисочкой сходим куда-нибудь здесь есть торговые комплексы есть лего комната вчера лиса была в игровой зоне для детей но я это мне очень понравилось ей больше нравится в лего комнату ходить в общем посмотрим как здесь можно поразвлекаться главное прийти в себя вот но возможно это еще акклиматизация я не знаю честно не знаю пока ничего сказать не могу все руки обветренные лицо обветренное но с одной стороны здесь кажется что не очень холодно на красной поляне но по факту вот кожа говорит об обратном здесь все-таки холодно еще и ноготь сломала смотрите как сильно вот видите видите как сильно это просто ужас люстры моей маме нравится вот эти не знаю что в них такого интересного ребят мы уже встали и собираемся в ресторан и было много вопросов по поводу вот этой шапочки с разрезом сзади сейчас я вам покажу как одевается обычная шапка и как можно одеть чуть не упал телефон и как можно одеть вот эту шапку в чем разница и так одеваю ее допустим если бы она была если бы она была сзади зашита то скорее всего она был на вас дело вот таким образом то есть чтобы прикрыть уши ее нужно было бы сильно натянуть вперед но так как она сзади разрезано то ее можно одеть вот так на ушки видите ушки будут закрыты лобик можно приоткрыть но это для тех кто любит такие варианты вот так она смотрится в моих старых видео эта шапочка уже была старых это наверное 2015 год может быть зима я ее тогда и покупала и скажу вам очень удобно очень удобно я просто не люблю когда у меня шапка очень низкая и мне кажется что когда закрытое лицо но это некрасиво я люблю когда лицо открыто но не так вот сильно да хотя можно и вот так и уносить кабине но нет вот вот что-то такое оптимальное средненькое и очень она удобно тем что сейчас покажу вот так смотрится сзади если у вас есть хвостик то можно сюда хвостик сделать вот в эту дырочку считайте вот так я вижу только плюсы в этой шапочке в этой модельки магазинах таких шапок практически нет но если вы увидите то обязательно ее примерьте возможно вам именно такая моделька подойдет возможно именно вам она понравится сейчас попробую сделать с выпущенными волосами вперед но волосы мнение уложены я вам уже говорила но в принципе тоже неплохо да смотрите допустим вот так так мы уже в ресторане узбечка алиса играет с девочкой не на бастурму но как вы сгоняли супер но высота была не там и очень низко будет но будет всего на высоте 1460 метров а мы с тобой прошлый раз были на высоте 2010 вы не тут взяли высоту да мы на храм брали не работает не работает похоже там снег заснежен алиса просится в лего город но мы наверное не поведем ее потому что она сильно у нее насморк не поведем наверное алис если хочешь можем быть просто с тобой сходить магазин и сегодня дома сидим пойдем пусть это здесь сильный насморк пошлите пойдем зайдем магазин за кроваткой и пойдем 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 похоже опять куда-то ездили какой-то комплекс торговый перед поездкой куда вы ездили и она была она с егором гуляла вот а егорная на со школы при принес сопли он сопливил нет ну ладно мы ничего плохого про егора не думаем просто уточняем откуда ты могла подцепить сопли да ты из дома еще приехала с ты моя зайка смотри как красиво я тебя в лего дупла сейчас не могу повезти потому что детей с соплями туда не водят нормально ей давай горло закрой иди ко мне ну реально мы шапка в зимних она в платочке он вообще эльза переди нас да эльза холодное сердце сегодня до дома пока дойдет точно сердце станет холодным и все уже вечер девочки вот считайте днем мы катались на канатной дороге с мальчишками сейчас только покушали пообедали поужину и уже темно темно но это краснодарский край здесь всегда так пять часов шестой час уже все темень да решили что сейчас пойдем вот здесь магазинчик в один детский а вы где были пиццу заказывали алексей иди сюда иди сюда познакомимся у мамы в инстаграме новые подписчики спрашивают это кто такие сегодня я с двумя мужчинами каталась на канатной дороге у меня был симпатичный алексей и симпатичный алексей это мой зять а лёва это сынок а не внук а оператор это дочь да я дочь вот это дочь девочки а то вы не знаете жена алексея супруга алексея это моя дочь Юлия старшая дочь калуга простите меня да 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 извините извините давай еще калуга калужане простите меня пожалуйста то что я вас тогда на эскалаторе чем-то обидел обозвал я больше так не буду честное слово калуга я вас люблю да вот она в магазине а где пицца у вас нам принесут принесут вам короче слушай мальчику прям плохо он уже захлебывается нас уже знают да у вас мелочь то есть за доставщику заплатить нет она бесплатная доставка бесплатная я ему на лапу мам ты со мной пойдем выберем ей оно там как одиночка ходит ага красиво давай конструктор возьмем мама очки решила примерить мне понравилось я люблю когда вот такие вот боковые дужки а такое чувство что ты двое очков одела одни сверху на другие плотненькие нина такая хитрая увезла у меня очки которые розовые помнишь ну эти уже лучше иди в зеркало глянь прикольные у тебя лицо в них худое да иди посмотри в зеркало ой нет ой не 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 лёва сил ничего не соображает если бы я не сообразила вот эту накрыть а под нами уже без нас ужас какой представляешь кошмар а меня у меня знаешь я поняла адреналин когда зашкаливает адреналин у меня идем домой адреналин адреналин у меня весь этот испуг вот этот весь адреналин он у меня идет в конечности а тебя парализовала я парализовала и я не могу двинуться лёша у меня забирает камеру уже когда потом очухался а я не могу руки расцепить и вот у меня материнский инстинкт я же мать у меня же два пацана рядом а там бездна и никто не пристегнутый не закрытый я руку подняла как-то я пустила вот эту и зажала Люве причинное место он давай орать он давай орать я не могу понять что он орёт я думала он прикалывается а уже ничего не сделаешь все сели что и у него она вот эта железяка а потом когда мы уже поехали обратно вот эта железяка получилось что у меня между вот здесь зажало меня здесь вот я теперь поняла для чего бывают объяс�я замки Мне надо было его вот так расстегнуть И все, я бы села А так меня зажало А, и ноги передавило И все, и капец Да, вы садитесь куда-то Открываете этот замочек И все, и вам свободно, легко Ну, сейчас приключения Мы сегодня, девочки Поэтому ты и плакала, да? Нет, там был ветер Очень сильный, холодный, ледяной ветер И слезы непроизвольно Оттекли из глаз А еще было смешно Вот Еще мы хохотали Над этой ситуацией? Да, вообще, мы время хорошо провели Нам было прикольно, мы прикалывались Слушай, а что завтра делать? Завтра мы в розах утр поедем На другие, да, подъемники? Хотим в розах утр посмотреть Прогуляться в розах утр хотим Что смотришь? Машинки смотришь? Мы уже дошли до номера Сейчас переодеваться будем Леву оставь в покое Разденься, Алис, сейчас вся мокрая будешь Пошли Забери ее Алис, пожалуйста, оставь ее в покое Забери ее Все, Алис Ну долго еще тебя ждать? А-а-а 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 Я могу встать А-а-а Да они раздурились просто Алиса Алиса купила вон ту пантеру розовую И какой-то набор с пластилином Кто стучит? Открывай Птица Ну мы по сути находимся на втором этаже, ребят Добрый вечер Ух ты, прикольно, да? Классно Так, все, кто захочет, приходите, кушайте Да Три пиццы Так, сейчас глянем Это мы на ужин себе заказали С сыром дорублю Четыре сыра С семгой И с ветчиной Ребят, еще хотела пару слов сказать по поводу того, как легко можно нарваться на неадекватных людей Короче Я в предыдущем видео сказала, каким образом мы бронировали вот этот вот Эти апартаменты на сайте Библиоглобус Не Библиоглобус, а Библиоглобус Под этим видео я получила четыре сообщения от женщины о том, что я использую Бога в своих целях И что в этом жилье могли бы жить нуждающиеся люди В общем, какое я имела право заказывать Какое я имела право вообще заказывать через Библиоглобус Она так и пишет Вот эти апартаменты И живу здесь И в общем В общем, там такая хинея просто Я просто в шоке Она четыре сообщения написала В общем, неправильно меня поняла И я нарвалась на какую-то сектантку, видимо Не знаю Ну, как еще вот назвать таких людей Которые даже не понимают, о чем говорят Я же говорила про сайт Я не говорила о том, что я Ну, как-то там Я вообще не думала о том, что я задену чувства верующих людей Какой ужас вообще Я сама верующий человек И тут такое мне говорят Что я прикрываюсь именем Бога Что-то там делаю И не даю нуждающимся достойного жилья Они здесь могли бы жить А вот сейчас здесь я нахожусь И еще всем недовольна В общем, люди Я вообще просто в шоке от людей Ладно, не будем о плохом Если я кого-то обидела тем, что сказала название такого сайта Вслух Извините, пожалуйста